сейчас ты на третье так вот теперь-то и вас даже забирают в армию и ваших детей и всех хорошо, вот вы говорите там третьи силы Америка Америка была всегда как бы мировым полицаем, да? после того, как была там заключена эта если я не ошибаюсь, брать-инвудская система когда все пары валютные торгуются в долларе получается, что создается искусственный спрос на доллар это получается свободно конвертируемая валюта также и дольфмарки были сильнее раньше, покупательная способность и инфляция это все жрет, как и жрала тогда в союзе простых людей простых работяг вот но Америка была, так сказать, государством с другими государствами я имею ввиду те, которые поддерживают международное право международное право права человека и так далее я не говорю, что у них там нету проколов и что они там прям все поддерживают но когда начинались прям какие-то совсем уж выбрыки, да и если у них там были свои интересы они посылали туда свой хлоп делали, конечно же, много ошибок один Афганистан чего стоит я когда смотрел на это все это позорище я думал, блин дали бы Украине вовремя только оружие блин не было бы, наверное, ни Крыма ничего вообще не рыпнулись бы эти не буду употреблять ругательства вот среди них есть адекватные люди их все равно никак не искорени которые понимают, что происходит хотели жить в свободной стране я когда-то в своих глупых мечтах когда мне было 18 лет Путин только пришел к власти он мне прям импонировал правда, когда курс затонул, я точно помню был на любимой большой серии из проекта БУ называется у них так их рубрика вот я был в таком состоянии тогда еще была надежда на то, чтобы их высунуть но мой русифицированный тогда еще совсем детский мне импонировала тогда уверенность который звучал этот тиран мне импонировало что он занимался и я всегда хотел, чтобы вроде бы как бы украина был такой сильный лидер я думаю, что наши они постоянно все втилят там плюс они же так не любят но у них получалось какое-то время на этом ехать даже вот до полномасштабного вторжения можно вообще провести такую черту но кто даже сейчас как бы вот мы там не разделяем а вот особенно вот этот московский патриархат который типа якобы правильный единственный ну и это же бабушки на них и представьте себе сколько таких в Украине сколько таких на России да у вас не хватит психбольниц не хватит тюрем потому что люди которые берут на себя за моральную ответственность за весь террор и такой сильный противник и он будет идти дальше а помните немцы которые живут здесь которые понимают вам лично что с того вам лично что с того они придут за вами сюда или хуйну атомной бомбой по центам принятия решений или там перережут коридор зайдут европейский союз получается вы думаете что НАТО оно там не вмешивается уже все пошло еще с Крыма это все началось сейчас автоматизм ну что они нарушили этот баланс ведь вчера уже не придет всем добра и мира до встречи в следующий раз не забудьте не забудьте